Субтитры делал DimaTorzok Вот это я Так, пока его, ну, ну, давай, сразу его Это он Так, очень хорошо, теперь распредели так, как ты считаешь нужным Как они должны стоять в другом? Ощущения Это будут вы, и чисто на подсознательном ощущении Вот как они стоят Скажи сначала о себе Вот вглядит на вот эту персону, да? Вот ты сейчас просто туда смотришь Вот вглядываясь в эти черты Вот это, что она рисована И рассказываешь, что она чувствует Ну, я думаю, что у нее умиротворение какое-то Такое милое какое-то лицо Спокойное, милое Здорово Здорово То есть внутреннее чувство хорошее? Ну да, да Ничего не беспокоит? Ну, может быть, небольшая печаль какая-то в глазах, конечно, есть Очень хорошо То есть, в общем, так состояние такое внутреннее, душевное Покой и равновесие, да Покой и равновесие Вот что ты о ней вот этой карте вообще бы хотела сказать Вот что ты смотришь на карту и что-то тебе вот прям Какие-то мысли приходят первые Мне кажется, она на меня похожа чем-то Мы похожи Просто внешнее чисто сходство со мной Как я вижу Даже зеленая кофта у меня тоже есть зеленая кофта Мне она нравится очень И она работает иногда Дивана такая нарядная Здорово Вот это так вот, да, напоминает меня Да, желтый и с зеленым, кстати, очень красиво смотрится И с ее волосами вот этими каштановыми То есть, как бы, в общем, то есть карта тебе очень нравится То есть, все здесь гармонично и очень хорошо, да? Ну да, нет такого, чтобы меня там отталкивало Дискомфорт какой-то вызывало Ну что ты можешь, они еще что-то свое сказать Не знаю, все равно Вот, чтобы еще хотелось Или муж не хочет Может, хочется Ну, приятная картина А, кстати, как ты думаешь, почему она повернута в сторону? Смотрит на бок Что она вот так сидит? Да Это имеет какое-то значение? Так То есть, мы не видим ее выражения лица практически, в общем-то, да? Ну, и взгляда как такового мы не видим Она к нам не открыта как будто, а закрыта Ага, вот так, да? То есть, как бы, к себе Да Когда человек взгляд отводит Это он, значит, что-то не хочет же говорить, да? Или как-то скрывает что-то Вот здесь, наверное, типа такого Не смотрит прямо тебе в глаза Может быть, врет, да? Ну, что-то такое, да? Скрывает Да Или, может быть, не хочет и частью показать тебе, например Ну, внутренне что-то открыть свое не хочет Да-да-да, но ты просто проговаривай то, что у тебя приходит в голову Это важно Здорово Что ты еще бы о ней могла сказать? После ничего пока Давай тогда Какие чувства у тебя вызывают, глядя на эту картинку? Ну, смятение какое-то Мне непонятно вообще, это мужчина или женщина, если честно Тут невозможно определить пол Вот одежду даже, если посмотреть, как будто Это вообще мужская вот умела Творить не челкается, как будто свитер Ну, или он это, или она И возраст тоже непонятен особо Или средний возраст, или вообще пожилой человек Даже вот глядя на руки, можно сказать, что это вообще пожилой мужчина Потому что руки достаточно грубые и такие Уже немолодого человека Вот У нее переносится вот здесь вот как-то сморщено То есть человек в раздумьях сидит Каких-то нахмурился, возможно, даже он или она Но глаза, конечно, я вижу ее, да Как бы агрессии в глазах нет Скорее всего, мудрость какая-то Мудрость, раздумья Сжатые плотно губы, да То есть человек сосредоточен, скорее всего На чем? На мыслях каких-то, я думаю Именно вот на размышлениях Не знаю, на каких, конечно, трудно сказать На приятных Ну, если бы на приятных, была бы улыбка А так, наверное, на каких-то важных раздумьях Вот это я могу сказать Фон Фон мне в этой картине не очень нравится Он какой-то ядовитый Ядовитый, зеленый Вот этот как бирюзовый Ну, в принципе, цвет Он, не скажу, что неприятный Но он просто рисковатый Мне больно даже смотреть немножко Если в той картине зеленый Он как-то смягченный Потому что он с желтым А здесь зеленый с бирюзовым Это очень ярко смотрится Лицо на этом фоне Невыигрышно смотрится Он, во-первых, темный и яркий Отлично, а что ты еще хочешь про сказать? Может быть, что-то еще есть? Какие-то мысли? А, еще вот то, что вот кулак Вот это, подпорка, рука Подбородок на кулаке Да, да Мы человек действительно в сильных раздумьях Когда мы вот так садимся Это действительно озадаченность какая-то у человека И все отмечает какую-то внутреннюю задачу свою Ну, в мыслях Да, да Здорово Смотри, теперь, значит, немножко раздвинь их Чуть-чуть, чтобы было посередке место Да-да-да И выбери из внутреннего мира сейчас Подожди, сейчас только скажу сначала А мы выбираем сейчас карту Это символизировать отношения на данный момент Угу То есть одну выбираешь, ну, гад Из внутреннего мира и тащишь посередку Что первое в голову пришло? Опять раздумья какие-то То есть это символ сейчас ваших отношений? Да А как ты думаешь, это вот больше к кому относится? Мне кажется, ко мне Почему? Ну, потому что я-то точно знаю, что я раздумываю сейчас Над отношениями Угу Я это действительно делаю Я не знаю, как Саша, а я раздумываю Угу Угу То есть что делать дальше И стоит ли вообще эти отношения дальше поддерживать и развивать То есть получается, вроде как, есть в этом какой-то смысл, да? Конечно Конечно Ну, слушай, я не знаю, как, может, это мои додумки Но сама потом поправишь, если что Если судить по его картинке, что он в раздумьях То, может быть, и у него отношения такое Ну, возможно Возможно Ну, в целом, так, картина нравится, не нравится? Какая? Какая-то по селедке, да? Ну, нравится, она, в принципе, делай-вай Очень Картина, человек вот что-то записывает Это, в принципе, как Я на работе Я точно так же работаю У нас сейчас вот такая обстановка на работе Сейчас вот только в совещание пришла Все мы вот так вот сидели еще На работе В принципе, достаточно такая деловая Как сказать, со смыслом картина Ничего такого неприятного я в ней не вижу Нормально Ну, в принципе, все понятно для тебя этой картой, да? Ага Значит, смотри, теперь следующий шаг у нас Все-таки, как нам найти Ну, во-первых, ты хочешь отношения с ним или нет? Вот давай из этого Потому что все зависит То есть продолжать отношения или что? Потому что от этого будет зависеть наша дальнейшая работа То есть мы будем искать пути решения Как дойти до гармоничных отношений, скажем До тех, которых ты желала бы Или вот, может быть, что-то другое ты хочешь сейчас посмотреть А что еще можно сейчас посмотреть? А все, что хочешь Вот у тебя вопрос, какой волнует главный Как правило, вот определенная есть техника Допустим, если ты вот сейчас отношения такие Ты хочешь все-таки, ну, допустим Допустим, как вариант Ты хочешь гармоничных отношений Ищем картинку гармоничных отношений в открытую Ставим как образец, образ будущего И идем к нему Такой строим мостик из невидимых карт Там раз, два, три, четыре, пять Сколько тебе в душе угодно И смотрим пути твоих реальных действий Что тебе нужно делать в реальности Чтобы достичь этих гармоничных отношений Это первое Ну, тут, я так понимаю, она загрузка в том Что ты еще не определилась Нужны ли тебе эти гармоничные отношения? Ну, сашу Ну, конечно Ну, знаешь, гармоничные отношения нужны всегда Да? Ну, это уже радует Как же отказываться от гармоничности и не хотеть их? Это можно Так, так Гармоничные отношения хочется Другое дело с кем? Ну, я думаю, что вот вопрос, да, с ним И вот здесь тогда, не знаю Давай как-то определимся Давай тогда, знаешь, что еще сейчас сделаем? Ты их сверни чуть поменьше Чтобы они места нам не занимали Ну, как бы их вот вверх там оставь Ты их как бы Да, 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 да Да, вот, супер Ага, очень хорошо Да, и рядышком так Пусть они нам напоминают Чем хорошо в электронном виде Хоть жал, хоть шею Вот А внизу мы тогда давай вытащим две карты Одну, то есть Это тоже из персоны Значит, одна будет символизировать Та, которую я хочу Отношение вообще с Александром А другая та, которой я не хочу То есть сама только проговори в первое Какая у тебя карта будет? Ну, вот эти все отношения хочу Так, да, вот пока ее И пока оставь ее То есть следующий, второй пока не бери Не брать? Пока не бери Угу Это я хочу Угу Так, ну первое ощущение Ой, она мне уже понравилась Да? Это она выяснила, это вообще Даже я опять При параде Это, например, серьги Прическа Какая идея Это да, она реально Где-то на каком-то выходе Праздничный Такой у нее бордовый фон Праздничный Окружает ее Такая она вся Препараде Ну это явно праздник какой-то Это что-то такое Такой праздничный выход Наряд Это настроение Музыка Вечер Шампанское Гости Ну это супер Ну то есть все в ней Просто отлично, да? А нет То есть она хочет Да Ну супер Ну давай второй тащи Которая не хочет Ну это вообще, конечно Ощущения? Во-первых, контраст Она пополам разделена Картина, да? Бордовая Ну цвет красивый Вот этот вот Фукси И вот это вот Неопределенная прическа Совершенно То есть ее вообще нету Можно сказать Ну да Это вообще Таких людей вообще не бывает Какая она нарисована Да, это же внутренний мир Это твоя проекция Так Ощущение вот это Какой-то как удавка на ней Рот такой непонятный Как будто это Как будто он открытый Что ли у нее Или это Не прорисованный Глаза какие-то А ты, кстати, можешь Если тебе хочется побольше Посмотреть Ты ее просто увеличь Я вижу Ага, нормально Вот Глаза, во-первых, неопределенные Вроде они на тебя смотрят Но ты ни зрачка толком Ты взгляда не видишь На нее Вот Брови разные Какие-то Одна выше Одна ниже Но единственное, что шея лебединая Конечно Красивая То есть какие чувства Тебе в общем называет Эта картинка? Недоумение какое-то Недоумение? Ага Бас Частико Что это такое вообще? Непонятки Непонятки Совершенно Абсолютный контраст С первой Абсолютный контраст То есть противоположный, да? Абсолютно противоположный А вот А что она Какие она чувства При этом производит? Ты писала Как бы Да, ее внешность А вот что Как характеристики, да? Ну, есть люди Знаешь, такие Ну, с разными Характерами Вот какой ее характер Что она Что она Вся представляет? Во-первых Как будто лежит Во-первых У меня ощущение Как будто вот лежит Если ты считаешь Значит она лежит Все правильно Во-вторых Это как будто Ну, не знаю Ну, язык не поворачиваешь Сказать Ну, какой-то покойник Лежит в гробу Честное слово Ну, если Вот Говори сейчас То, что вот тебе В голову Первый приходит Это очень важно В принципе Это, конечно Цвет лица у нее Я вижу Что он живой Но На ощущение Это как будто Ну, просто вот Вид Как будто это Очень хорошо накрашенный Да? Ну Я не говорю Взгляд неопределенный И по ним даже И чувствовать Понять-то невозможно Ну Прочувствуй Если Да Вот Что она Ну Какое-то Может быть Это высокомерие Какое-то Что-то Да-да Вот характеристика Мне интересно Что-то Типа Высокомерие Да? Что-то Типа Высокомерие Или Ухмылки Может Какое-то Типа Или Типа Ну Я Я Там Я Лучше Вас Что-то Такое Надменная Надменная Она Конечно Не пренебрегающая Но Просто Надменная Маска Надменная Застывшая Маска Типа Типа Из высшего Общества И не подходите Ко мне Что-то Вот Такое Теперь Вот Смотри Давай Мы Как-то Зададим Вопрос Кому Кстати С кем Ты хочешь Поговорить А вот Из-за Этих Двух Вот Смотри Сейчас Или Может Даже Они Между Собой Будут Разговаривать Как Ты знаешь Процесс Разговорный Вот Давай Для начала Мы разделим Процент Соотношение У кого Какая Сила Больше То есть Кто Вот Которая Хочет Вот Всего У них На Двое 100% Да То есть Сколько Процентов Той Которую Хочу Той Которую Не Хочу А Вместе Они 100% Да Вместе Вот Один Плюс Один Это 100% Да Случается У кого Кто Я Ну Кто Сильнее Да Из них Да Я Даю 70 На 30 Вот Так То есть Первое Я Хочу 70 Да Ага Да 30 Ага Так Замечательно Ну Вот Давай Тогда Начнем С какой То С одной Карты Которая Одна Будет Задавать Вопросы Другой Или Сейчас Давай В общем Я сейчас Еще задам Подожди Некоторые Вопросы Как Читаешь Кто Здесь Главный В Мошенях Ну Мы Сейчас Про них Двоих Ну Главное Ну Я Думаю Что Вот Это Главное Вот Это Главное Да А Кому Здесь Хуже Всех Вот Этой Почему Потому Что Она Хоть Выражает С собой Праздник Вот Это Выше Ну Как Радость Это Но У нее Этого Нет На самом Деле Это Только Желание И все И больше Ничего В В Этого Слава Что Не Знаю Не Понятно Мне А Как Ты Считаешь Они Знают О Существовании Друг 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 Мне Кажется Нет Даже Не Знаю Да Я Тебе Так Спрашиваю Кому Хуже Всех Ты Говорила Этой Первой Почему Хуже Всех Еще Раз Потому Что Она Хоть Собой И Выражает Какой То Праздник Радость Праздничная Но На самом Деле Это Всего Неселание Не Более А И Что Ей Для Этого Не Хватает Ну Чтобы Реально Это Было Не Просто Желание Но Еще Как Ей То Действие Действительно Может Быть Окружение Не Хватает Возможно Окружение Вот Еще Такой Вопрос Интересный Как Ты Считаешь Кто Из Них Где Живет У Тебя В Теле Ощущение Такое Ощущение Что Вот Это Вообще Везде Живет Она Вот Я на нее Смотрю У меня Ступор Такой Ступор А А Вот Это Даже Трудно Мне Сказать Где Ощущение Сразу Не Приходит Может Может Рукой Посмотреть В голове Да Нет На Грудь Да Нет Живот Да Нет Рук Поклади В голове И Спрашивай Ну Мне Как По Ощущениям Что Где Солнечное Сплетение И Там Ну Чуть Чуть Прям Совсем Немного Этого Там То есть Приблизительно Там Ну Очень Нам Теперь Надо Наладить С ними Как То Связь Чтобы Они Друг Другого В первых Узнали Чтобы Они Как То Договорились А Вообще Как Ты Думаешь Они Могут Договориться На Сей День Я Думаю Да Потому Что Они Все Общества Да Логично Здорово Давай Спросим Вот Давай Кому Бо Ты Хотела Сейчас Просто Обратиться Одна Будет Обращаться К Другой Но Приоритеты Расставь Но У меня Больше А В смысле Кто Кому Да Мне Больше Все Близка Вот Это Близка Да Ну Она Мне Знакома Просто А Вот Это Для Меня Редкий Кость Близко Кому Задавать Вопросы Будет К Кому И Них Но Пусть Это Лидеры Начнет Наверное Смотри По сути Та Первая Она 70% Это 30 Да И Здесь Нам Очень Важно Сейчас Просто Хотя Начать Такие Переговоры Которые Будут Приведут К Какому Обоюдному Договору Какому То Сотрудничеству Очень Важном В Сфере Отношений Чтобы Они Договорились Наконец То Каких Общих Общем Направлении Скажем Так Что Ей Надо Сделать То Ей Уже Как Вопрос Что Ей Нажды Сделать Для Того Чтобы Вот Этот Диалог У Вас Был Продуктив Я Вот Этой Это Спрашивает Ей Она Спрашивает У 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 К Обоим Что Должна Сделать Для Того Чтобы Они Диалог Наладили Что Должна Сделать Там Если Достанешь Карты Из Внутреннего Мира По Одной Будешь Выбирать Это Как Будет Первый Это Будет Символизировать Первый Шаг Что Нужно Сделать Этой Персон Для Того Чтобы Наладить Диалог С Другой Персон Да Так Вытаскивать Карту Да Одну Пока Одну Потому Что В Реальности Мы Вытаскиваем Сразу Несколько Но Они У 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 Так Это Первый Шаг Что Ты Видишь Что Тебе Первое Пришло В голову Ну Это Какой-то Путь Как будто Ну Это Река По-моему Вот И Через Нее Вдали Не то Радуга Не то Мост В общем Вдали Я вижу Скорее всего Водопад Вот Водопад И Он Потом Превращается В реку Просто Написто И Я На это Смотрю Что Это Может Здесь Символизировать Водопад Ну Как бы Переходит В реку Вот Просто От Картинки От Реши Так Для Тебя Твою Понятие Что Ты Вкладываешь Туда Ну Это Когда Что-то Бурное Успокаивается Очень Хорошо То есть Такое Стресс Ну Стрессовое Да Такое Сильное Громкое Вот Оно Постигает Своего Апогея Как правильно Сказать Разбивается Успокаивает И Дальше Уже Успокоенное Уравновешенное Продолжает Свой путь Супер Супер То есть Прямо Замечать Для тебя Есть Какой-то Смысл В этом Конечно Получается Это Первая Рекомендация Вот Это Нашей Первой Персоне Как Это Можно Применить К Реальности То есть Это Понятно В общем Да А вот Здесь Она Жизнь Это Перетащить Конкретно Должна Вот Часть В Тебе Должна Делать Как Перевести Конкретные Действия Ну Наверное То же Самое Что Я И Сказала Да Ну Успокоиться Ну Это Что Вот Ути Приходят Как Эмоции Какие Ты Там Ну Я Не знаю Там Стресс И Так Далее Так Далее Или Что Ты Должна Успокоить Ну Быть Я Уже Принцип Давно Как Дамет Что Я У меня Даже Мы Посещала Как Попить Там Навопаси Как Купить Или Что Что Нибудь Такое Потому Что Чувствую Что Я В состоянии Стресса Мне Тяжело Там Иногда И Сплю Я Беспокойно Вот Но Это Недавно Только Началось Вот Когда У нас На Работе Пошли Там Какие То Эти Ну Я Не Скажу Что Я Сильно Переживаю Но Да Все Влияет И Оно Видно Накапливается Накапливается И Уже Как Был Не Дискомфорт От Этого Вот Это Может Быть Подсказка Что То С Каким То Образом Надо Уравновесить Да Да Это Бурные Бурные Энергию Скажем Так Да Бурная Энергию Хорошо Да Смотри Тогда Вторую Карту Сейчас Вопрос Главное Задавать Здесь Вопросы То Первая Карта Нам Показала А второй вопрос Вот смотри Здесь Как бы Ты хотела Поставить У тебя есть Какие-то Идеи Если нет Я тебе Подскажу Подскажи Я пока Нет Ага Ну то есть Надо уравновесить Эту бурную Энергию То есть Можешь Поставить вопрос Как 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 Это Делать Так Как Откуда Из Внутреннего Мира Персоны Это Только Люди Там Как Это Можешь Смех 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 освободилась стала свободным легким красивым а для тебя вот бабочка ли ты может что-то другое видишь всего и вот яйцо да или что-то там вообще видишь да я вижу кокон какой-то и бабочку который из него выбралась и полетела тебя есть какой-то символ в этой картины на перерождение наверное какое-то перерождение освобождение окон твоя душа наверное как этот кокон что-то сама сама держит сама не освобождается наверное что-то такое ну так очень нравится картинка ну да в общем-то не скажу что она там опалкивает меня или что какой-то смысл есть для тебя в этом в этой картинке ну не совсем реалистично мне кажется она потому что бабочки из яиц до таких не вылупляются ну так и неважно это может не яйцо для тебя как ты говоришь кокона все что могут что ты видишь то что ты говоришь некоторые бабочки кошку видят у меня а здесь здесь нету правильно неправильно как ты видишь я вижу бабочку которая вылезла из своего кокона и полетела на своих красивых крыльях я так вижу у меня сейчас вопрос такой возник вот это мы как бы для первой персоны вот этот расклад делаем надо сделать первый шаг второй шаг это реально к ней относятся я думаю да я думаю да а что что именно когда ты да смотри если соедините эти две карты во первую вторую ты можешь уже каким-то образом проговорить то есть что первый шаг какой второй шаг но это мостик это мостик к диалогу между ними между вот этими двумя персонами первый шаг это вот у нас водопад я думаю после того как когда уляжется вот эта вся стрессовость ну тут как бы это да образы выкладываются в предложение вот после того как происходит вот это вот успокоение гармонизация только тогда может произойти освобождение перерождение именно освобождение вот вторая карта вот эта вот где бабочка это именно освобождение вот для меня это так освобождение и как бы перерождение потому что бабочка она же сначала гусеница в этом клопе там совершенно другое существо которое ползает а потом происходит перерождение и она становится во-первых прекрасна очень прекрасно это правда по сравнению с тем что гусеница отвратительна и во вторых бабочки не ползают а летают то есть это такая кардинальнейшая трансформация просто супер то есть для тебя понятие вот этот смысл что надо делать мне да да угу если понятно все есть что-то ты хочешь сказать добавь если нет то берем третью карту вообще нужно как ты считаешь нужно еще брать карту то есть да третья однозначно нужна ага давай потому что мы берем ровно столько сколько по ощущению сколько ты считаешь тебе нужно так внутренний мир да угу так а третье это что будет а третье а да молодец ты мне подсказала вопрос значит подожди тогда подожди тогда значит первое это у нас уравновесить то есть бурное спокойно успокоить мы второй вопрос задавали как уравновесить то есть это вот освобождение да а кстати вот как на вопрос как то как бы ты тогда ответил на этот вопрос а смотри мы за когда перед тем как тащили карту мы задали вопрос как уравновесить что вот это бурное ушло в спокойствие тебе вышло вот это освобождение освобождение да теперь может быть опять освобождение от чего так очень хороший вопрос уточняет да 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 а не может освобождение от чего боже мой пламя пламя огонь это энергия огонь это энергия это сильная энергия это и это огонь это огонь огонь это огонь да пожар энергия это страсть прям какая-то во первых нравится не нравится но она меня не отталкивает она я даже улыбку на мне выру потому что я поняла ее эту картина горение это не знакомо очень это внутреннее горение эмоциональное горение это эмоции они просто сжигают тебя изнутри это правда на то есть получается освобождение от чего мы задали вопрос и ты отвечаешь на него как это выродить но с другой стороны вот они говорят я же ведь это вам не так же я буду освобождаться от самого себя это моя суть вот что интересно да да так ты чего это вопрос оставить но правильный мы можем еще вопрос неправильно задать и немножко будет по другому а вот поэтому ну давай значит все равно проговори вот эту всю опять изначально с первой картинке значит вот что нам нужно сделать для вот этой первой персоны первые так первое это значит успокоиться освободиться от сильных эмоций от эмоциональности вот этой сильней просто сжигающей но если честно знаешь я вообще-то думала что это для меня в прошлом все потому что в принципе я это уже и делала сколько лет вот еще с тобой мы это сюда начинали вот от этого я тоже с этим и работала потому что я это тоже давно увидела это можно сказать самое первое было что я в себе и заметила вот эту яркую вспыльчивость вот эту вспыльчивость даже да само слово как вспыхивать как вспыльчивое вещество взрывчатая можно сказать взрыв на взрыву взрывается которая а вот смотри да вот это же относится к той части которая хочет хочет х отношений вот ты понимаешь это тоже как бы очень важно то есть та часть та часть она хочет именно вот это к ней относится вот это вот что ты думаешь туда добавить ну значит она еще это не до конца как бы еще как сказать не дошла бы до этого уровня наверно на котором она получит то что она хочет возможно так это если здесь вот это вот все показывается выкладывается вот так еще не нужна карта я по моему дальше уже заблужусь по ощущениям надо не надо если у тебя не закончено что-то осталось вот в этой работе то можно что-то взять как бы понять для себя более ясно карте карте кстати под карты можно брать то есть одна карта под один вопрос еще можно брать карту если что я просто тебе то здесь вообще можно все все что ну как бы в общем вот смотри это вот первые шаги которые нужно сделать персоне для того чтобы наладить контакт вот с этой второй половинкой понятно ли тебе в реальности что тебе нужно делать это много раз я повторяю так вот по вопросам я хочу да первая картинка это что надо сделать вторая картинка как уравновесить и третья как это освобождение от чего освободиться что как где и от чего то есть вот опять ну я думаю этого достаточно 3 это такая цифра мне нравится цифра 3 я думаю это законченность то есть в принципе картин для тебя понятно я уже знаешь немножко представляю как дальше будут развиваться так очень интересно иногда да знаешь отойти от картинки подальше подуться я вот немного предполагаю что одна другой сильнее но та которая слабее главенствует над той которая сильнее ну ладно я пока не буду говорить почему да нет ну я говорю я как бы вот сейчас вот ну представляю образно вот эту вот картину да ну как это сказать не картина а что происходит там внутри да там да вот эти образы да вот эти взаимодействия я немножко начала ну как бы их понимать отношения их а вот эти отношения кто сильнее и кто на кого как влияет и почему кто сильнее боится того кто слабее чем один берет другого в общем вот это вот я немножко понимать начала ну это замечательно процесс пошел все оказывается внутри нас да вот это внутреннее взаимодействие так ну отлично давай тогда посмотрим да или что да а давай вот эту вторую значит смотрим что ей нужно сделать какие нужны действия для того чтобы у них все-таки отношения с гармонии гармонизировались так берем внутренний мир да так первый вопрос у нас как и первый как и первый да что нужно сделать так что это что увидела что увидела мне кажется человек который смеется причем просто угорает от смеха то есть это такая эмоция супер позитивного смеха да или какого ухахатывается ухахатывается просто то есть что это символы это чего для тебя что надо сделать то есть как и ну как это перевести на жизнь так что он угорает то есть это первое действие что она должна сделать то есть смех это хороший способ расслабиться да да а то что наша дама постоянно стрессе но тем что да ей не хватает радости да тут я согласна да если бы было больше радости стресса бы не было такого то есть это может быть уж уходило бы как-то это в то русло да да возможно то есть стресс через смех да ну таким значит нормальным способом да стилизировать да или трансформировать энергию даже лучше, наверное, так да переживать его да трансформация энергии да это правильно а эта энергия которая вот она символизирует это , она не трансформирована поэтому она вот в таком состоянии в сжатом состоянии очень хорошо то есть первая картинка понятна да то есть трансформировать смех да Да, даже в радость вот эту. Я тоже недавно мысль вот это посетила, что мне очень не хватает радости. Возможно, и от этого у меня вот эта стрессовая ситуация, ну, состояние немножко увеличилось. Не так, как было раньше, когда мы с тобой поработали, помнишь? Да, да, да. Когда вообще очень, конечно, сильно у меня все. Сейчас нет, сейчас не так уже, и тем более я уже знаю вообще все эти моменты. Я уже подготовленный как бы к этому человеку, я замечаю свои состояния. Я, мысль это была, что как бы не хватает радости, чтобы вот этого не было. Супер, значит, второй вопрос, какой мы задаем? А как? Как? Как трансформировать, да? Угу. Танцы, танцы. Танцы, 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 радость. Радость взаимодействие какое-то, праздничное, да? Пляски. Да. Ну что, на танцы надо теперь себе на курсы танцев записать? Да, действительно. Ну, танцы навсегда люди выражали именно то, что, да, внутренний смирь свой. Да, эмоции. Да, да. Для чего люди танцуют? В принципе, для этого и танцуют, чтобы выразить то, что у них внутри. Ага, абсолютно верно. Кстати, даже есть такое где-то, вот когда что-то плохо, включают музыку и начинают под нее просто напустя это движение изображать. Ну. Ты же такой, и можно хаотично, можно хоть такое. Да, да, да. Так, ну и что ты для себя возьмешь из этой картинки? В реальности. Выражать себя. Не внутри, вот, чтобы хранилось, а чтобы выражалось застой, потому что застой. Вот это, да, да, вот застой. Застой эмоций, застой смеха, застой радости, застой самовыражения. Это, да, мама? Она такая, да. Ну да, ты говоришь, то ли мёрзает, то ли живая. Да. Да. Вот смотри, а в этой картинке, именно вдвоем, это есть ли здесь какой-то символ, посыл, знак, не знаю, что ли будет? Да, есть, да. У меня мыслята помыкнула, я ее просто не озвучила. Что именно во взаимодействии с людьми, с другими. То есть не одной выражать, а с кем-то. Да, потому что смотри, вот первая картина, ведь там же тоже не одна. Да. Она тоже парная. Да. Там тоже кто-то там на заднем плане есть. Да, да, да. И это тоже парная. Ну, кстати, смотри, чем схожи первая и вторая картинка по вот-то, говоришь, парная? Что-то есть для тебя какая-то схожесть? Или как продолжение, не знаю, ну что-то типа. Ну, они как будто это те же самые люди, что и на первой картинке. Как будто это они же. Во-первых, одеты одинаково. И волосы вот кудрявые здесь у этой женщины, которая смеется, и кудрявые вот у той, которая в белом. Да. Вот. И вторая та женщина-то вот на первой картинке в зеленом одета, и у нее каштановые, ну, какие-то рыжие. Да, да, да. И это тоже вторая, там тоже непонятно, как зеленая одежда, такие же каштановые рыжие волосы. Как будто это про одни и те же участники событий. Ну да, только в другой час, в другой день. Да, в другой ситуации, просто люди те же. Супер. Ну, давай проговори, первую картинку, вторую. То есть, первое, что нужно делать, да? Да, радость и самовыражение эмоций. Во-первых, да, расслабление. Первая картина, только смех, это расслабление. Это доказано, ты это как психолог прекрасно знаешь, да? Да, смех, это расслабление. А этой даме очень-то мне хватает, потому что она в стрессе конкретном, причем. Она вся такая угловато, продолговато, как в рамках какая-то. Вот, ей не хватает этой радости. Расслабление, самовыражение во взаимодействии вот с кем-то. Так, это значит, что, как? Да, третье, что бы ты хотела. Семь. То есть, как трансформировать, да, как трансформировать вот эту энергию, которую... С помощью чего? Давай еще вот так. Давай еще вот так. С помощью чего это можно сделать? Ну, это какой-то прям пикник. Честное слово. Поле, лук, корзинка с едой, с овощами какими-то. Вот, как будто... Люди... Ну, людей только не хватает. Вот тех, вот этих двух, которые придут туда потом. Ну, раз картинки есть, значит, кто-то принес их туда, да? Ну, наканцуются, придут туда. Как будто готовый стол, скажем так. Ну, пикник. Место для пикника готовое, для вот этих двоих. Ну, то есть, если в общем взять вот эту вот картину, да, что она, какой смысл посыл тебе несет? Ну, это выходной. Это свободное время. Это приятное времяпрепровождение. Какие-то встречи приятные. Шашлык, возможно. То, что мы очень все любим. Да, да, да. Как проводить время, да, вот, ну, вот отдых. Вот так, это отдых. Это самый настоящий отдых. То есть, для тебя вот эта картина закончена полностью? Или что-то еще непонятное? Ну, я не знаю, но вот это вот внизу, что тут так, не то облако, не то что это там. Не то это забыли расстелить скатерть и кинули ее. Пошли веселиться, да? Да, просто сейчас придут, накроют стол, разложат еду. То есть, их главное занятие именно веселье. А то, что там что-то беспорядок какой-то, мелочи, это очень ерунда. Не важно, да. Да, интересно. То есть, они сосредоточились на главном? Да, да. Ну, такие картины, конечно, все, но на дочь. Да. Потрясающие. Да, да, вообще удивительно. Главное, понимаешь, помогает человеку разобрать, что у него внутри. Угу, угу. Ну-ка точно. Ну, вот смотри, если в целом вот эта идея, да, вот эту даму, у нас как бы она закончена, или еще ты хочешь что-то взять? Нет, три, я тоже думаю, этого достаточно. Очень хорошо. Ну, это именно по три карты. Я даже иногда практиковала, когда там Таро, там всякие, я тоже, у меня любимая, а, еще руны, я в принципе руны еще практикую. Ну, мне так, знаешь, это как хобби мое. Так это то же самое, что как картинки, как это, это подсказки. Приятное времяпрепровождение. Вот в рунах у меня самый любимый расклад, это расклад из трех рунах. Вот внутри месик всегда нравится мне, три этого достаточно. Ну, да, да. Ну, смотри, давай сверни их чуть под этим, да? Ну, теперь, в общем, давай посмотрим. Как уже, что-то изменилось у них, они как-то по-другому себя уже чувствуют. Что тут, глядя на персоны? Мне кажется, вот у вторая, которая дама, да, после вот этих картин, у нее какая-то расслабленность появилась уже. Мне кажется, теперь она уже не просто лежит, да, как непонятно что, она уже отдыхает, что ли. Такое, как будто это у нее усталый отдых, она. После хорошей работы, так, да? Да, 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 просто вот так привел к человеку и лежит. Хорошо, очень хорошо. Что надо? А у первой есть какие-то изменения? Ну, первой, как бы, как бы. Ну, пусть тебя там копаешь, что ли? Да, я не видела. Так, ну. Ну, как бы, как бы, не могу выразить словами. Ну, в лучшую, в худшую, я не знаю, на том же. Что, знаешь, вот, как будто или надежда, да, или луч надежды, или что-то прояснилось, вот, как-то такое вот что-то. Ага, ну, то есть, что-то, что-то было мутно, туман рассеялся, да? Да, да, то, как бы, просто было желание одно, и все, там, того, чего она хотела. А теперь, как бы, понятно, как его достичь, наверное, что-то вот такое. План действий, грубо говоря, появился? Да, да, скорее всего. Очень хорошо, очень хорошо. Как-то изменилось процентное соотношение? Или осталось на том же уровне? То есть, как есть, так и говоришь? Нет, не скажу, что изменилось. Пока не скажу. А из-за того, что они как-то стали видеть друг друга, что-то увидели, узнали друг друга? То есть, контакт как-то появился? Ну, да, они как будто познакомились. То они даже и не знали друг о друге. А теперь как будто они познакомились. Как они, знакомство им понравилось? Ну, такое спокойное впечатление друг о друге. Нет ненависти друг к другу. Очень хорошо. Вот это хорошо. Они как равные познакомились. А как ты считаешь, они уже вот могут как-то договариваться между собой? Или вот... Ну, наверное, им нужно побольше узнать друг друга для этого. Поближе, возможно, я думаю. Потому что это чисто первое знакомство шапочное. Ну, да, все постепенно. Это можно, да. А скажи, если вот вторая часть займется собой, да, займется вот тем выражением трансформации чувств, которые ей тут порекомендовали, то есть она будет занята своим делом, да, она будет радоваться, отдыхать, измените ее отношение вообще к... Ну, вот этому ее мнению, то есть она же не хочет отношений. Отношений. То есть повлияет это или это без разницы, или это никак не... То есть вот как есть у нее, она не хочет отношений. И все. Ну, это вот на первый взгляд возможно вот это изменение вообще? Да, мне кажется, ей уже все равно. Да? Она уже не то, что мне не хочет. Но она... Она не сопротивляется. Теперь уже сопротивления нет. Она дружка. Она бы уже, наверное, была бы и не против. Да? Хорошо. Почему бы и да? Супер. Вести повеселиться, да? Да. Почему бы и да? Очень молодец, молодец. Ты помнишь, почему бы и да? Да, я замечаю. Никто из моих знакомых не пользуется почему-то вот этим. А тем никто не пользуется, если так специально этим не делается. Да, да. В общем, это никто из шокирует. Да. Так, ну что, что еще можно хорошего сказать сейчас о их отношениях? Все оставим пока так, как есть? Да, давай пока так. Потому что они должны привыкнуть к новым изменениям, к новому процессу. Должно пройти время, уложиться, по всем улочкам разложиться, еще будет для доходить. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...